Всем привет, добро пожаловать на канал Юси Свобода, меня зовут Артем и сегодня я расскажу об очень интересной вещи о выборе моноколес и безысходности и также про Е30 спустя 7000 километров пробега и в целом про рынок моноколес, в общем это такое, наверное, новостное больше видео по некоторым темам отдельные видеоролики, для которых мне записывать не хочется Значит, первое, что я хочу сказать, это про секту Бегот Да, вот есть, значит, такое мнение в чате, что вот есть какие-то сектанты и они покупают моноколеса компании Бегот только потому, что вот это Бегот То есть нет никаких плюсов, они чисто вот верят в этому бренду То есть на уровне религии бренд преподает себя Ну, логично, учитывая, что в названии есть слово ГОТ, да, то есть Бог в названии бренда Бегот Логично, но на самом деле я довольно давно езжу на колесах И сегодня я хочу рассказать, почему для меня моноколеса от компании Бегот просто это единственный вариант, как я могу ездить на моноколесах И альтернатив просто сейчас у устройств нет Прежде чем начать эту тему, мне хочется также рассказать, какие требования я к колесу предъявляю Соответственно, самое важное, самое критически важное, это мощность Колесо должно быть мощным, оно не должно быть безумно мощным каким-то, как спортбайки, как какие-то истребители или что-то вообще космическое Нет, колесо просто должно обладать хорошими тормозами, хорошим разгоном, без клевков, без каких-то там захлебываний То есть без какого-то там тремора, еще чего-то Колесо должно также иметь возможность ввести 100-килограммового райдера спокойно, без какой-то чрезмерной мягкости там и прочих проблем То есть просто должно быть нормальная мощность, нормальная мощность, подчеркиваю, нормальная Ничего-то космического не должно быть Второй критерий, это большая батарейка Потому что когда у нас речь про большую мощность, разумеется, эта мощность откуда-то должна взяться Нужен какой-то ресурс Вот, соответственно, большая батарейка должна быть Под большой батарейкой я подразумеваю батарейку емкостью 3000 ватт-часов и более Чтобы мотор, собственно, мог использовать эту энергию, чтобы можно было далеко проезжать и вес колеса был еще более оправдан и я не прошу батарейку там на 5000 на 6000 это уже какое-то следующего поколения нет просто 3000 ватт-часов это та граница ниже которой опускаться нельзя именно вот минимальная граница третий пункт это 18 диаметр по ободу и обод желательно тоже чтобы был moto 16 они очень маневренные и принципе менее стабильные двадцатка слишком стабильные уже неинтересно ехать это уже колес какие специфические получаются и для тротуара в том числе где колесо используется это уже перебор поэтому идеалом по диаметру я определил опытным путем что это 18 дюймов то есть это такие колеса как s22 pro от king song соответственно и мастер от бигода x30 от бигода шарман с да это вот все восемнашки поезд вот эти три параметра мы держим в голове сейчас и с этими параметрами смотрим просто на рынок моноколес какие у нас есть варианты просто вот что выбрать да вот чтобы соответствовать чтобы решать самые задачи поставлены и мы приходим к выводу что моноколеса то вообще в принципе два только такие более-менее похожи первое это бигод x30 до 3000 ватт-часов 3600 и то есть емкость нормально мощность тоже нормально там 134 вольта c40 мотор и соответственно восемнашка да на мотообуде то есть все мы соответствуем полностью требованиям и второе колесо это шарман с шарман с соответственно тоже восемнашка тоже мотообуд тоже батарейка большая на 3600 ватт-часов то есть такая же как у x30 и мощность здесь вот уже нюансик возникает потому что шарман с к сожалению сейчас есть только в 100 вольтовом напряжении это очень плохо напряжение это что-то вроде пропускной способности у меня были колеса абсолютно разные и 84 вольта я начинал 67 вообще потом его 84 потом 100 потом 134 ну и ездил разумеется на 126 я скажу так что если мы берем большие тяжелые колеса с подвеской то конечно напряжение должно быть уже соответствующим то есть 2023 году покупать колесо 100 вольтовая ну это уже такое сильная жертва скажем так и я для себя вижу колеса именно вот из больших болидов только с напряжением 126 вольт и выше у шермана 100 вольт и если мы такую ассоциацию проводим с какими-то вот шлангами для воды да я вода у нас энергия представлена водой то вот 84 вольт этого трубочка от сока вот 100 вольт это такой шланг уже садовый а в 134 вольт это уже нормальная канализационная такая труба через которую просто хреначит поток воды смывающий все это очень сильно влияет то есть напряжение оказывает критическое воздействие на динамику колеса и поэтому здесь для меня шерман с не является моделью для выбора то есть для меня выбор стоит только между x30 и x30 все то есть больше выбирать нечего разумеется здесь не только дело в напряжении там еще моторы и прочее но вот напряжение такой ключевой момент также есть конечно сейчас перспективы что ветеран может сделать шерман с на 126 вольт они уже тестируют это напряжение на ветеране паттоне но я ездил на ветеране паттоне это колесо 16-дюймовые то есть оно должно еще быть более динамичным более веселым чем 18-дюймовые собрать и проблема в том что паттон он едет ну обычно нормально ничего сверхъестественного то есть колесо едет абсолютно так же как функционка с 22 про то есть разница между ними минимально даже смотря на что паттон 16 дюймов с 22 про 18 дюймов то есть ну он должен ехать еще активнее еще агрессивнее я знаю что есть в интернете мнение и блогеры которые говорят что паттон обладает какой-то невероятной динамикой космической я скажу так что скорее всего это связано с тем что эти блогеры ездят без подушек и ездят просто вот на педальках или на стоковых подушках которые кладет производитель и в паттоне там есть особенность что там из завода идут хорошие заводские упоры то есть просто нормальные упоры и о чудо оказывается что если поставить хотя бы упоры на колесо хорошие она будет ощущаться уже сильно интереснее начнет хотя бы сильно разгоняться и будут появляться восторженные отзывы что боже потом просто валит он безумное колесо по тяге но если давайте подскажем этим блогерам чтобы они еще купили подушки и попробовали подушке какие-нибудь нормальные такие до которые хорошие цепь обеспечивают что тогда вообще какие визги я просто предвкушаю какие визги будут от динамики колеса оказывается могут ехать они оказывается могут очень агрессивно разгоняться что-то невероятное но если ты ездишь на колесе раньше с подушками ездил и ты пробуешь паттона со своим опытом это ездил например на бигоде он едет просто нормально просто нормально и когда ты спадана встаешь например нам на кольцо бегут условно мастер дата бегут сразу показывает где патта на место то есть он просто съездит абсолютно на других скоростях на паттоне ты едешь 30-35 тебе хорошо весело и интересно ты думаешь ты валишь потом встаешь на бегут просто вот легкий разгон у тебя уже 50 то есть скорость набирается вообще неочутимо он просто как нож масло входит и начинает взлетать поэтому разница конечно между бигодом и ветераном с его паттоном очень сильная то есть по динамике там действительно прямо большая разница и к чему это вообще говорю про сюда то что выйдет шарман с на бумаге он конечно будет то 126 вольтовым да и многие наверное подумают что вот наконец-таки 126 вольт приблизиться к x30 и многие наверное подумают что 126 вольт и 134 вольта это как бы одно и то же практически потому что разница минимальный по факту чем меняется но по факту разница будет очень существенная если ветеран ничего не сделает с алгоритмами своими со своими контроллерами то есть разница шарман с 126 вольтовый будет ехать медленнее чем если бы king song сделал свое 126 вольтовое колесо то есть это будет сильно отличаться от x30 с точки зрения динамики и возникают вопросики по максималке возникает вопросики а будет ли он как бы давиться на разгоне клевать на торможение будет отключаться по перезаряду на торможение как сейчас это происходит если ты берешь полностью 100 вольт полностью заряженный шарман с выезжаешь с горки едешь делаешь экстрим торможение у тебя напряжение в апреля и там до 150 вольт колесо просто отключается ты просто летишь назад башкой в асфальт поэтому лично для меня сейчас выбор и среди шарман с вообще не стоит и даже в перспективе я понимаю что ветерану чтобы догнать x30 им нужно даже не просто уже на 134 вольт и сделать а ему же 140 вольт при нынешнем железе или нужно сделать 134 и как-то очень сильно переработать контроллер сделать его более агрессивным менее задушенным то сделать колесо нужно прямо сильно лучше недостаточно просто взять и напряжение поменять поэтому лично для меня честно говоря ну вот ситуация примерно такая и просто без в безысходность на самом деле потому что x30 и он обладает отличной мощностью полностью меня удовлетворяющий даже с запасом есть большая батарейка и есть соответственно нормальный 18 значит дюймовый мотообот да хорошая идеальная покрыха если мы берем шарман с он сейчас вот если мы сравниваем допустим да и вот в мире где логично сравнивать два устройства для новичков это наверное вообще очевидно сравнение но на самом деле это у тебя большой опыт нелогично сравните два колеса в общем если сравнивать шарман с у него есть плюс определенную шарман с то есть например шарман с из коробки сильно лучше чем бегут бегут x30 и любое другое колесо бегут нужно обязательно дорабатывать если ты его достаешь из коробки обязательно опять же решается это очень просто ты берешь колесо даешь павлу юну 30000 рублей все он тебе полностью гидроизолирует колесо готовы к эксплуатации дальнейшей сейчас у меня на x30 7000 километров у меня вообще не было ни одной проблемы подвеска работает изумительно все еще то есть 7000 километров колесо держит вообще спокойно поэтому уровень его доработок он мое почтение я хочу сказать у меня даже после доработка кодрифта не было настолько все хорошо сделано и причем подвеска вообще ничуть не стало хуже что великолепно что я хочу сказать берешь деньги даешь людям когда покупаешь колесо за 30000 рублей то вбросить 30 тысяч в доработку это вообще не проблема шарманис конечно ситуация лучше корзисо из коробки сделан хорошо но если мы говорим про езду по дождю конечно я бы сделал гидроизоляцию просто что я параноик также шарманис лучше подвеска но честно говоря и в x30 и в шарманис подвеска просто есть то есть мне этого достаточно мне главное чтобы подвеска работала на тротуарах что можно было ехать сидя чтобы подвеска работала на паче то есть чтобы я мог спокойно просто передвигаться сидя в принципе не вставая там или вставая только на лежачих полицейские все мне этого достаточно какую-то там тонкие какие-то значит нити вот эти вот нащупывать разницу вот эту между самой топовой подвеской чуть менее топовой ну это и мне не очень интересно для меня главное чтобы она была и она есть что в x30 что в шармане сда конечно хотелось бы чтобы она была еще лучше но в принципе это не вообще не является каким-то критерием выбора для меня и опять же то что я сказал у шарман с идет серьезнейший плюс помой по серьезнейший минус по мощности то есть колесо сильно уступает x30 поэтому если мы берем два этих колеса да и все-таки сравниваем то бегут x30 я могу взять 30000 рублей вкинуть в доработки и мне сделают хорошее колесо которое полностью будет меня удовлетворять по мощности по емкости батарейки по мотору по всем вообще аспектом по стабильности то есть доработать можно это не является проблемой специалисты есть очереди пожалуйста практически к ним нет то есть можно записываться давать колеса все проверено и все сделают тебя красиво на шармане и же ты какие бы подработки не внедрил ты все равно не сможешь побороть эту мощность а точнее даже не мощность его то есть колесо не подходит для не то что райдеров там 100 килограмм колесо не подходит в принципе для какой-то езды по проезжей части это небезопасно у меня был уже колесо от ветерана я ему во первых не доверяю во вторых это тоже самое по сути контроллер то есть то же самое просто 100 вольтовое колесо и я обычным шерманом был недоволен с точки зрения динамики это именно простимулировала меня к тому чтобы я начал смотреть на колесо бегут и выбрал мастер даже несмотря на его ущербность по всем остальным параметрам да то есть я пробовал шермана потому что я его продавил несколько раз и мне уже вообще не перестала хватать его скорости и купил себе колесо бегут просто чтобы ездить спокойнее до чтобы не болела голова по поводу того что у тебя может там что-то клюнуть отключиться и когда ты выезжаешь на проезжую часть начинаешь разгоняться у тебя начинаются клевки вот эти вот на вот таком асфальте волнистым постоянно колесо начинает не хватать ему крутящего чтобы такого не было просто нужно покупать моноколесо бегут и сейчас если я смотрю на вот эти вот все устройства топовые которые есть и мы держим в голове третье пункта очень важных все вариантов нет то есть у меня есть только x30 и x30 для меня это не колесо мечты это не колесо вообще тому невероятно и все в одном там сразу достал и поехал у него есть определенные недостатки их нужно учитывать колесо действительно с минусами ну как и все что в этом мире но это единственное колесо которое просто удовлетворяет мою хотелку мои задачи решать просто тупо она решает мои задачи решает хорошо все они не больше и поэтому x30 для меня сейчас это колесо без альтернатив без аналогов и даже в перспективе если мы смотрим на конкурентов то не видно что кто-то хочет что-то делать подобное посмотрим какой у нас там рыночек сейчас дома на колес во первых это конечно king song компания потрясающе у них есть очень интересная модель они прыгнули выше головы сделали king song с 22 pro для них это действительно про беда учитывая какое колесо хорошее с точки зрения тяги для это удивительно что это king song но надо не забывать что после того как они сделали хорошее мощное колесо и казалось бы вот пожалуйста давай туда еще батарейку побольше вставить и в принципе уже нормально будет они этого не делают они остановились на этом колесе и сейчас делают всякий скажем так тротуарные ну колесики до обычные там ничего сложного то есть это задушенный там с 19 и такая бюджетная версия с 22 про 100 вольтовое колесо чисто для тротуаров ездить она очень плохое для этих задач подходит но обзор был недавно на канале сейчас они выпускают вообще таки так 100 вольт 100 вольт наверное слишком жирно да слишком много наверное 100 вольт давайте сделаем 84 вольта вернемся к истокам вот мы хотим чтобы пользователи вот это вот почувствовали вот это вот 84 вольтовый шарм вот эти вот клевки на ускорение вот эти вот клевки на торможение вот но этот есть что в этом романтичная и они сейчас делают 16 с да ну и там с 16 в общем шестнашка то же самое что с 19 только 16 дюймовый урод уродом колесо выглядит страшно я снова наверное буду его ругать посмотрим в коем мы приедем если она приедет вообще в россию и вот они этим занимаются то есть они хлебают трижды переваренные kingson к с 18 которому уже хренову тучу лет уже наверное три года этому колесу исполнилось и вот чем занимать и kingson то есть kingson вообще не видно что он как-то пытается что там сдвинуть какой-то вот до столб какой-то моноколесный с кем-то там побороться нет они столкнулись бигодом бигод их просто размотал в одну калитку со своими этими мастерами и сейчас x30 все они уже поняли что им это уже не надо то есть они уже не хотят это напоминает мне битву собаки и тигра когда собака прыгнул на тигра тигр просто взял ее схватил и убил сразу просто за глотку схватил но сначала он не хотел с ней бодаться вот то что сейчас произошло бигоду немножко спровоцировали бигод сразу взял выкатил x30 все все таки по ссори 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 извини извини бигод извини извини мы не хотели мы не хотели и сейчас мы что видим то что на рынке x30 альтернатив нет просто конкуренция это замечательная все таки штука ну и чё если мы посмотрим и мошен но это вообще и мошен вообще отдельная там вот вот владельцы моноколес и мошен это отдельная секта я могу в своей позиции точно сказать потому что колеса очень дорогие они очень слабые у мошена заложен большое количество средства и стоимости моноколес в маркетинг то есть у них вот эти вот видеоролики они всем подряд колеса и отправляют то есть реально когда ты смотришь на цену нового адвенчуров 3300 долларов есть не ошибаюсь то надо понимать что тысячи долларов минимум это чистого рекламы это вот кому-то колесо отправили и это уже заложено в стоимость колеса то есть и мошен делает слабые колеса и оверпрайснутые поэтому покупать и мошен это специфическое очень занятие скажу так конечно есть там у них определенные плюсы то что колесо глянцевая красивая ну если бы там в 10 берем но надо понимать что не надо ожидать от компании мошен каких-то откровений там какого-то невероятного торка динамики нет это обычный и опять маркетинговый вот этот вот какой-то пузырек маленький такой или большой пузырек в случае со в 13 который просто вот вот так вот лопнет и все и те кто купили эти колеса они в принципе ну буду думать наверное что их самое быстрое колесо как владельцы в 13 думаю что у них самое быстрейшее колесо просто что на большое то что она там 24 дюйма вообще не разгоняется нихрена и батарейка 3000 ватт-часов и проблемные она довольно сильные давится на 82 ну как бы такое умалчивают обычную поэтому в общем компании мошен тоже все очень печально на и вот вообще сама выпилился с рыночка пошел самоката делать и все что у нас остается на остается ветеран который вроде как что-то там пытается но даже не видно пока никого анонса что они там хотят шерман с выпускать хотя с паттоном была какая-то информация постоянно проскальзывала и у нас есть бегут до который делает такое себе колесо из коробки зато его можно доработать и на нем ездить в общем для меня сейчас я надеюсь я попытался объяснить почему для меня бегут это просто единственный выход просто покупки моноколеса опять же если мы берем какую-то быструю покатушку это не значит что ты будешь постоянно ездить по шоссе там или по каким-то за этом городским дорогам освобожденным и будешь летать прямо на предпродаве там 90 км в час на этом колесе нет у тебя просто есть возможность колесо имеет запас по мощности то есть она если даже много потеряла емкости батареи там разрядилась например до 20 процентов она все равно будет терпеливо ввести тебя до последнего то есть она педали будут держать до ним будут немножко мягче но педали будут стабильно держать все колесо будет стабильно разгоняться она не будет пищать не будет поднимать педали до последнего момента прям вот до последнего момента и такое есть только на мы на колесах wieder то есть у бигода вообще вот эти вот все ограничения какие-то вот то что например на половине батарейки у тебя начинают уже резаться токи еще что-то на big uod of этого всего нет. То есть, пожалуйста, мы тебе даем вот то, за что ты заплатил. Это как сравнивать консоли и ПК. Опять же, странный пример, конечно, наверное, притянутый за уши, но я просто пытаюсь, чтобы ты понял, да, вот эту ассоциативную связь в консоли. Вот мы тебе на блюдечке положили, кучу тебя уже подумали, ты ничего не можешь делать, ты заплатил деньги за устройство, но доступа по сути ты к нему не имеешь. Ты не можешь накатить на него там другую операционную систему, не можешь там какие-то там действия с ним произвести, да, как с ПК, например. И вот есть ПК. Пожалуйста, тебе накатывай, что хочешь, моды на игле накатывай, то есть, пожалуйста, все, что тебе хочется. Ты вот устройство купил, ты полностью получаешь над ним контроль. Вот то же самое с моноколесами. То есть, вот ты покупаешь Бегот, тебе они дают полный карт-планш вообще, ты заплатил за наше устройство, все, пожалуйста, делай, что хочешь. Прошивки, непрошивки, там, пожалуйста, вот, занимайся. Да, все, что угодно, нам вообще наплевать. Мы тебе все там, токи эти сняли, там ограничения какие-то, пожалуйста, катайся. И есть кингсонги и инмошены, которые поднимают педали там на каких-то низких токах. То есть ощущение, что взрослый мужик там у 30-летней покупает с нормальным достатком, да, покупает себе топовое монокольцо за 200 тысяч, там 250. А ему производитель говорит, что извини, чувак, мы тебе не дадим полный функционал, мы тебе не дадим возможность отключить все эти писки, чтобы ты мог полностью прям вот весь потенциал использовать колеса, несмотря на какие-то там безопасные токи и прочее. Нет, мы тебе не дадим, мы тебе задушим колесо, чтобы оно поднимало педали при половине разряда там, например, да. Или пищало постоянно. То есть, ну, это вот, я считаю, что это определенный отдельный такой вид подхода к своему клиенту. Мне куда приятнее получить устройство и получить полный контроль и возможность полностью его видоизменить, как я хочу. И колесо Бегот это позволяет. В общем, что я могу сказать? Я также, наверное, упомянул, как я вообще эксплуатирую на колесо вот это вот X30. Я езжу на нем везде, то есть я езжу на нем в Москву. Я езжу на нем, соответственно, по шоссе, где-то там, где слабо загруженное шоссе, по тротуарам, утром пить кофе, по делам, там, вздек, еще куда-то. Ты просто берешь это колесо, ты понимаешь, что у него большая батарейка, большая максималка. Там, где надо, ты сможешь подать жару. Там, где надо, ты сможешь экстренно тормозиться. Ты едешь на большом тяжелом колесе с комфортом. У меня нет сценариев, где я, там, его заношу, там, каким-то эскалатором, там, где-то вожу. Опять же, в лестнице какие-то колесо спокойно заталкивается. Ты просто берешь, вот так его за заднюю ручку толкаешь, оно спокойно заезжает в любую лестницу. То есть проблем вообще никаких нет. И если в целом смотреть на X30, спустя 7000 километров пробега, именно столько я накатал, то я могу сказать, что я впечатлен. Я впечатлен, потому что колесо работает безотказно. Подвеска, все вообще в дожди езжу, прямо в лютые дожди надеваю на себя экипировку специальную защитную, мембранную водоталкивающую, кассовки специальные с гортексом. И просто вот в дождь, прям в ливень еду, колесо работает отлично, ничего не заклинивает, не заедает. То есть все просто вот, ну вот как будто оно из коробки. То есть действительно я впечатлен, я реально впечатлен очень сильно. Я уж не знаю, тут, наверное, стоит благодарить или Павла Юна, или производителя, или еще кого-то, или карму какую-то мою хорошую. В общем, не знаю, возможно, все вместе, но колесо работает просто изумительно. То есть я, честно говоря, даже не думал, что такое может вообще... Я думал, ну вот сейчас там 6000, и что-то начнется подвеска там, нужно будет менять, ехать. Вообще ничего. То есть просто колесо вот просто работает. Просто работает. Оно вообще на себя внимания не обращает. У меня уже резина практически стерлась, слик. Поэтому я уже буду вынужден просто поехать именно из-за того, что у меня резина стерлась. И там уже посмотрим, что Паша Юн скажет. Паша Юн обслуживает мое колесо. Я ему доверяю полностью. Он показал свою экспертность. И 7000 километров на колесе бегот и полностью работа безотказно, это великолепно. Также напоминаю, что если тебе делает специалист какие-то работы, а ты не являешься экспертом, то не нужно лезть в колесо, потому что там могут быть некоторые вещи взаимосвязанные между собой. И ты, например, захочешь там что-то поменять, и потом это приведет к падению. Просто потому что ты не просчитал эту взаимосвязь всех их. Поэтому если ты уж отдаешь колесо специалисту, то... Ну и дальше ты должен обслуживать колесо специалиста. Самому туда лучше лишний раз не лезть. Или тем более без лишней консультации. То есть, если ты хочешь все-таки залезть, обязательно позвони мастеру, спроси. Благо он всегда на связи. В общем, я доволен полностью этим устройством. Это был прекрасный сезон для меня. Он еще продолжает идти. За вот, наверное, 3 месяца 7000 километров пробега. Это очень существенный и хороший прямо пробег такой. Я, честно говоря, даже не знаю. Мне это колесо очень нравится. Оно полностью решает мои задачи. И я просто жду сейчас, что года через 3-4 выйдет какое-то новое устройство от компании Begot. На новых батарейках. Потому что сейчас я не жду там какой-то X30 на 140 вольт. Нет, я наконец-таки получил то, что решает мою задачу. И я такой человек, что если что-то решает мою задачу, все. Я уже не ищу чего-то лучше. Мне нормально. И вот сейчас мне нормально. Впервые в моноколесном опыте и за всю историю моноколеса, лично для меня, мне нормально. Просто нормально. Я впервые могу спокойно ездить на колесе. Мне все нравится. Конечно, будет классно, если через 3 года появится новое устройство от Begoda. Или там от Ветерана, возможно, с хорошей мощностью, да, с улучшенной, там, с максималкой сотка, с удвоенным пробегом. Это будет великолепно. Но это нужно ждать уже какие-то новые ячейки. И покупать какие-то улучшенные слегка X30 я пока не планирую. Надо также не забывать, что у меня довольно большой опыт в моноколесах. То есть я езжу очень давно. У меня было 4 моноколеса, если не ошибаюсь. V8 Inmotion. Потом Никола была. Потом был Шерман. И потом был Мастер. И сейчас X30. То есть я довольно давно езжу на колесах. Также напоминаю, что я ездил на всех моноколесах вообще, в принципе. Ну, наверное, за счет каких-то редких подскоков. Все топовые колеса прошли тоже через меня. Я все их попробовал. Пускай немножко некоторые модели. И также на некоторые моноколеса записал много обзоров на этом канале. Поэтому у меня опыт не просто вот какого-то парня, который впервые купил какое-то моноколесо от Begoda, а который дошел ступенчато, последовательно вот именно к X30. То есть я до него дошел, до этого этапа. Так повезло, что сейчас именно X30 именно совпало так, что он по времени идеально выпал. Вот мне как раз, да? Что мне не пришлось там ждать год этот X30. Что я вот именно психологически дошел до X30. И производитель тоже технически реализовал X30. И мы вот так вот вместе соединились. И все. Теперь у нас все замечательно. Синергия полная. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, это видео было тебе интересно. Поделился. Я давно хотел эту тему затронуть. И желаю тебе удачи. Желаю тебе покупать быстрые, хорошие колеса, если тебе они нужны. Кайфовать от жизни. Жить сегодняшним днем, потому что завтра неизвестно, что может быть. И покупать то, что... И делать то, что тебе хочется. Все. Спасибо большое за просмотр. И увидимся в следующем видео. По крайней мере, истинно то, что человек вернется. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok